Передо мной лежала собака, и ее состояние говорило о множестве страданий, которые она пережила. Женщина, которая заметила ее около своего дома, рассказала ужасную историю о ее предыдущих хозяевах. Оказалось, что эта собака была заперта в пустой квартире рядом с оживленным вокзалом. Ее хозяева сдали эту квартиру на прокат, и вместе с ней в нее перебрались двое молодых людей, назвавших себя братьями. Они не только не вернули ключи хозяевам после истечения срока аренды, но и оставили собаку в запертой квартире без еды и воды. Когда хозяева квартиры поняли, что что-то не так, они решили проверить состояние своего имущества. Открыв дверь, их встретил ужасный запах и жуткое зрелище. Квартира была опустошена, растения разорваны, а на стенах были следы от попыток собаки найти что-то съедобное. Бедное животное было оставлено в пустоте, лишенное любви и заботы. Но судьба собаки изменилась благодаря внимательности и состраданию хозяев квартиры. Они немедленно доставили ее в ветеринарную клинику, где началось ее восстановление. Главной задачей было вернуть ей здоровье и дать шанс на счастливую жизнь. Собака была сильно истощена и нуждалась в специальном питании. Мы разработали план питания, который включал частые приемы пищи, чтобы постепенно восстановить ее организм. Вместе с тем, мы занимались реабилитацией ее поведения. Наша команда поведенческих специалистов работала над тем, чтобы восстановить доверие собаки к людям и помочь ей обрести снова радость и счастье. Собака постепенно стала реагировать на команды и проявлять больше доверия. Она начала восстанавливаться и понимать, что любовь и забота могут существовать в ее мире. Мы проводили ее заново через знакомство с окружающей средой, людьми и другими животными, чтобы она снова почувствовала себя в безопасности. После нескольких недель интенсивного лечения и реабилитации пришло время, когда собака была готова начать новую жизнь. Хозяева квартиры уверили нас, что они нашли для нее любящий дом. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok